В этом видео один из первых также разберу девятый сезон. Поверьте, это будет очень интересная обнова. Реворд карту Сакура, что за нож там добавят. И также 100% походу добавят мастерскую в игру. Ну и до возвращения секретной легендарной карты в игру. Короче, смотри до конца, видос будет прям вот реально пушечным. Сегодня мы с тобой всё разберём. А всем привет, дорогие друзья, с вами Какса Санджей. И вот, наконец-то, видос про девятый сезон. Да, только недавно вышел восьмой сезон, который, кстати, вышел не очень, он вышел реально слабым. И сегодня ты узнаешь всё о девятом сезоне. Советую тебе досмотреть обязательно данное видео до конца, чтобы узнать всё о следующем сезоне, который будет. Скажу чуть позже, когда. Смотри видео до конца, и ты узнаешь дату. А ещё мы узнаем, какой же точно нож нам добавят в девятом сезоне, потому что в игре, походу, появится второй японский нож. Который, кстати говоря, будет лучше, чем нож Танта. А ещё, братва, в комментариях прошу каждого написать, что вы думаете о новом девятом сезоне. Что бы вы хотели в нём видеть, будет интересно прочитать, потому что разработчики планируют очень много в девятом сезоне. Не забудьте также ещё и поставить лайк на это видео, потому что оно реально вам понравится, я это вам обещаю. Да, ребята, самое кайфовое то, что в девятом сезоне нам наконец-то вернут зону здесь в игру. Почему я так думаю, узнаете в этом видео. Карту, сразу говорю, не удалили навсегда в прошлом сезоне. В общем, я снимаю первый раз видео про девятый сезон, поэтому я откопал всю возможную информацию. Так что давайте не тянуть и сразу начинать. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Приятного просмотра. Ребят, посмотрите, кто вернулись. Да, это же наши ребята, Джужистон Ду. Пора открывать ящики только с топовыми скинчиками. Используя мой секретный промокод, который ты виск на экране, он, кстати, меняется, и промокод тоже. Там еще есть колесо с бонусами. Забирай драконы за каждое зачисление и получай за них халявные скины. А еще Джужистка ввела коины Хамстер Комбэт в качестве варианта оплаты. Так что если ты натыкал хамяка, то хотя бы здесь можешь их использовать. Не забудь позвать друга в кейс баттлы, а мы переходим к ролику. Ссылки и код на бесплатный кейс ждут в закрепленном коменте под видео. Приятного просмотра. Итак, ребята, давайте начнем пока что с очень важной первой инфы, которая очень прям важна. А именно, наконец-то, возвращение зоны 9 в стендов 2. В седьмом сезоне его удалили из нашей игры и заменили на зону 7. Но разработчики заметили то, что зона 7 не особо-то и популярна. А зона 9 это легендарная карта, которую снова удалили временно на переработку. И Вихолдер писал, что еще тогда, в своем телеграм-канале, еще когда только-только седьмой сезон появился, что он вернет зону 9. В 2020, ну, каком-то году. Я думаю, что как раз в 2025 году. Нас ждет возвращение зоны 9. И почему же именно в девятом сезоне? Я думаю, что девятый сезон это будет более глобальная обнова, чем сейчас. Потому что там еще и переработают Сакуру. Если зона 9 не добавили в девятом сезоне, то его 100% вернут в 2025 году. Почему же я так думаю? Объясняю. Это потому что это легендарная карта. Кто играет с 2018 года, тот поймет. Эта карта просто не может быть взята и удалена. В этом году его точно не вернут, даже не надейтесь. Зона 9 мы только увидим в следующем году. Скорее всего в новом сезоне. Ну и да, если ты тоже ждешь возвращения зоны 9, то пишу в комментариях и ставь лайк прямо сейчас. Следующая, друзья, это наконец-таки переработка карты Сакура. Вообще карта Сакура, ребята, это одна из самых больших карт. Я не знаю, как ее переработать, что там перерабатывается, но эта карта огромная. Это почти что самая большая карта. Почему же я решил, что карта Сакура будет как раз тематикой 9 сезона? Сейчас я объясню. Разработчики взяли и теперь они берут и перерабатывают старые обновления. Тот же раз, например, переработали. Как-то делали 4 года назад. Да, кто не знает, ребятки, раз перерабатывают второй раз. Первый раз вот чуть-чуть переработали, сделали таким осенним. И специально прямо сейчас разработчики переделают старые обновления. И как раз-таки третий сезон это была карта Сакура. И прямо сейчас разработчики берут и переделают этот самый третий сезон только в девятом сезоне. И что же там будет? Ребятки, я уверен на все 100%. То, что опять же тематика 9 сезона это Япония. Будут наконец-то японские скины. Будут как раз эти японские брелки. Просто, ребята, третий сезон это был почти лучший сезон, который когда-либо был. Я уверен, что это будет просто пушечная обнова. Потому что, ребятки, карта Сакура очень красивая карта. И разработчики смогут сделать ее лучше. И, ребята, раз тематика 9 сезона у нас Япония, то у меня вопрос. А какой же нож нам добавят в 9 сезон? Вы скажете, какой-то японский нож. Но, ребят, у нас уже есть в игре японский нож, нож Танто. Какой еще японский нож, я не знаю. Разработчики, наверное, сами там что-то нафантазируют, придумают или сделают. Будет интересно посмотреть. Опять же, ребята, у меня есть еще один старый пак ножей. Короче, разработчики покупали модельки ножей. И вот, посмотрите, я не знаю, какой-то из ножей, походу, нам добавят в игру. Но, Наваха, опять же, да, это не японский нож, поэтому я точно не знаю. Пишите свое мнение в комментариях. Как вы думаете, какой же японский нож нам могут добавить в игру? я откопал в интернете вот это единственное что я нашел посмотрим разработчики сами дадут пасхалку или какой-то намек когда уже будут выпускать 9 сезон и но я точно знаю что сто процентов будет новый нож и он будет японский нам же не давать какую-то катану там большую короче насчет нового ножа сами напишите свое мнение в комментариях едем дальше ребята мастерская это очень важно если вы думаете что мастерскую не добавят стендов то вы ошибаетесь для тех кто не знает мастерской можно добавлять свои карты нужно играть на старых картах и так далее и все это разработчики прям вот реально в своем видео сказали в 2025 году будет мастерская вообще планируется мастерская когда мне разрешили озвучить что мастерская ожидается в 2025 году потому что разработчики хотели добавить еще пять лет назад мастерскую так и не добавляли и вот наконец-то 2025 году по ходу в девятом сезоне нас ждет мастерская ребята не терпится поиграть на старой провинции на каких-то других картах которые сделали игроки это будет реально очень интересно напишите в комментариях на какой карте поиграли бы вы же не забывайте то что мастерской ещё можно будет добавлять свои собственные режимы было бы круто например поиграть в режим бихоп там серв и так далее чтобы поразвлекаться я уверен на все сто процентов что найдутся игроки которые давать карту из cs там тот же даст 2 и так далее это было бы реально прикольно вы представьте такое тоже добавит в игру не знаю может быть такой будут не разрешат добавлять посмотрим потому что я уверен такие как и будут они добавят дождь 2 мираж так далее тогда станто вообще полностью превратится в кс если в мастерской будут карты из кс короче с мастерской все понятно скорее всего через сайт официальный сайт стендов а можно будет загружать карту в игру в общем не знаю посмотрим двигаемся дальше ребятки это наконец-таки трейды я очень хочу чтобы обмен скинул стендов и ну почему этого нету я например хочу передать скин другу как мне это сделать это очень сложно и разработчики вот это официальный концепт от разработчиков вот то что вы видите сейчас на экране разработчики еще пять лет назад нам обещали добавить трейда в игру но трейдов то есть обмена скинов так все еще нету это реально нужно в игре разработчики это точно то что нужно в игре не вот эти вот скины новые и так далее а трейды все игроки ждут обмен скинов все игроки ждут обмен скинов потому что обмен скинов очень важен как же мне передавать скины да конечно будет очень много скамеров но я думаю то что разработчики с этим разберутся и так скамеров в игре очень многое что самое главное ребят знаете что то что разработчик будут наверно брать большую комиссию потому что тогда рынок стендов и просто сломается и когда разработчики потеряют очень много денег если можно будет бесплатно обменивать скины главное чтобы Разработчики это все нормально сделали, потому что, ребята, помните, год назад какой-то дюпер просто уничтожил рынок. Я надеюсь, что такого больше не повторится. И то же самое не будет, когда обмен скинов добавят в игру, потому что там точно читеры попытаются что-то сделать, украть скины, украть голду и так далее. Поэтому, ребятки, кто ждет обмен скинов, пишите в комментариях. Обмен скинов 100% важная штука. Да, конечно, там придется платить большую комиссию разработчикам, но как им еще заработать? Потому что обмена скинов очень долго нет в игре. Ну и едем дальше, ребятки. Магазин серебра. Да, эту тему разживали тысячу раз, даже сами разработчики сделали об этом видео. И там они, конечно, не сказали точно, будет ли магазин серебра в игре или нет. Но для тех, кто не в танке, объясняю. Магазин серебра это отдельный рынок. Тот же рынок, просто там можно покупать скины за серебро. Я думаю, что такое нужно 100% добавить в стенд-оффи. Уже сколько времени об этом уже делают видосы ютуберы, и так магазин серебра и не добавили. Но если магазин серебра когда-то появится в игре, то как он будет выглядеть? Давайте покажу. В общем-то, будет отдельный рынок с отдельными скинами. Я надеюсь, что с отдельными скинами, потому что скины с рынка, где все за голду, нельзя ни в коем случае переносить на магазин серебра. Тогда рынок перемешается, короче, цены просто улетят. Поэтому нужно 100% сделать так, чтобы в магазине серебра были отдельные скины за серебро. Потому что есть серебро, да, вы открываете там боксы и так далее. И все, больше ничего. Ну серебра же много остается, оно накапливается. Нужно же куда-то тратить. Поэтому очень крутая идея добавить просто скины за серебро. Только в отдельном магазине серебра. Просто отдельный рынок. Ничего лишнего. Просто такой вот новый магазин серебра. Добавят ли его в игру? Я думаю, что рано или поздно все-таки добавят, потому что это крутая идея. Ставьте просто отдельный рынок, где все за серебро. Потому что серебро сейчас просто обесценивается. Оно летит в никуда. Никто почти серебром уже не пользуется. Ну и вот такой вот ролик, ребятки, получился. Пишите свое мнение в комментариях, что вы ждете в девятом сезоне. Вот такой вот крутой, простой ролик получился. Я думаю, вам 100% понравилось. А я уверен, вам понравилось. Ну не жалейте, поставьте лайк. Ну реально, что ты же мотишь? Просто возьми и поставь лайк. Мне будет реально очень приятно. Там еще залетание же стендок, потому что я оставил реально крутые промокоды, которые скоро заканчиваются. Ну и еще так же, ребятки, так как YouTube замедлили в России, советую подписаться на мой телеграм-канал, если хотите меня не потерять. В общем, вот так вот, друзья. Увидимся с вами уже в следующей хэллоуин-обнове, кстати говоря. Да, оно скоро выйдет. Про это тоже будет следующее видео. Всем удачи, всем пока-пока.